На этот я соблазнилась, но, к сожалению, у меня расслоился немножко в бутылочке, потому что это культовый оттенок, с него, наверное, началась не одна лакоманьячная жизнь, потому что этот лак был одним из первых, ну как, цветные и даже голографики, я еще помню, с 90-х, то есть голографики это не продукт 2000-х годов, поверьте мне, всякие разные лаки были всегда, но они были большей частью, знаете, даже какого-то сценических каких-то образов, каких-то артистических образов, нежели повседневных, а в повседневных в основном были красные лаки, таракотовые лаки и нюдовые лаки, то есть черный лак это уже был вызов обществу, вот с этого лака от OPI, которая называется, как вы многие уже угадали, You don't know, Jacques, с этого грязного таупового лака и началась революция в макияже, это когда OPI сделали этот лак и практически начали целую эпоху популярности тауповых оттенков, потому что, поверьте мне, в 90-х или там начальных тысячных годов, вот никто бы не счел, что вот такой лак это элегантно, красиво и круто, сейчас это практически нюд, вот у многих женщин в их повседневном ношении лаков тауповые оттенки, он может быть не такой темный, как You don't know Jacques, может быть посветлее, порозовее, попежевее, но тауповые оттенки, они стали нюдовыми по своему определению, даже больше, чем коричневые, хотя я знаю, что есть как бы кахорты женщин, которые удаются больше розоватые тауповые оттенки, а есть, которым нравится более тепло-золотисто-коричневые, но тут я его нашла за 4 доллара в дисконтном магазине, что это, Marshalls или TJ Maxx за 4 доллара, и я смотрела, думаю, ну господи, насколько можно избегать этой встречи, все-таки пора, мне кажется, мне уже закрутить с Жаком Роман, уж тем более, что я утверждаю, что я его не знаю совсем, так что You don't know Jacques теперь в моей коллекции, я пока не хочу его носить, для меня это более какие-то осенние оттенки, ну кто знает, потому что если я его сейчас не подношу весной, скорее всего, летом тем более не подношу, так что может быть и надену в первый раз в какой-то момент, единственное, что он мне немножечко, он расслоился. Для тех из вас, кто интересуется, давайте я сделаю быстрый свотч, это, наверное, самый засвотченный лак, если можно так сказать, вообще в мировой истории маникюра, это You don't know Jacques от OPI, потому что он первый нарушил эту нюдово-красную тенденцию в маникюре, и стал, как бы, культовым нюдом, культовым дефолтным маникюром для целого поколения молодых девушек. Так что да, теперь он мой. Как видите, он достаточно темный, он розовато-таупово-коричнево-сливово, вот-вот что-то вот такое очень-очень сложное. На самом деле я больше люблю такие лаки, когда у них есть какой-то искристый шиммер или какой-то отблеск, но это очень легко добавить топперам, так что я на эту тему не переживаю. И смещаемся. Очень интересный, необычный серебряный лак. Это металлический сатиново-серебряный лак с распределенными в нем мельчайшими серебристыми блесками и разных размеров шестигранниками серебряными. Это OPI, который называется By the Light of the Moon. Давайте я вам покажу название. И вот он, сам лак. Блески более крупные, серебряные, не тонут в этой металлической серебряной базе. Давайте я сделаю быстрый скотч, хотя не знаю, видно будет что-то или нет. Очень интересный серебристый лак. У меня только один серебряный лак, и это классический, знаете, такой серебряная фольга от Milani. Серебряный лак можно найти у любого бренда, это не что-то, за чем стоит гоняться, но меня вот привлекло именно сочетание серебристого сатина с серебристыми шестигранниками и блестками. Очень мне это показалось интересно, но не кричаще, потому что у меня был лак что-то вроде Miss Universe от OPI. Не знаю, те из вас, кто лакоманьячит, наверное, знают лучше его название. Это в прозрачной базе просто туча самых разнокалиберных серебристых, ярких, прям вот металлических серебристых блесток. И он покрывал как бы практически в один слой полностью. В два слоя это было бы просто вот месиво, елочного дождя, если хотите, на ваших ногтях. Но мне, я его один раз носила, была в восторге, а потом я поняла, что для меня это чересчур. Это очень кричащий лак, а вот такой серебристо-серый сатин, в котором распределены серебристые блестки, мне показался более элегантной, интересной версией просто серебра или блесток самих по себе. Еще раз скажу, называется он By the Light of the Moon. Нашла я его за 4 долларов в магазине TG Maxx. И теперь у нас зойки остались. У нас 6, я здесь ничего не упустила, 6 зойчек. Видите, каких вкусненьких леденцов. Конечно, насколько красиво, вот насколько красива эта бутылочка. Вот, я, наверное, мне очень нравятся еще квадратные бутылочки, которые напоминают кубики льда. Но по большому счету Зою мало кто смог за все это время переплюнуть. Вот в красоте и элегантности дизайна. Просто великолепные бутылочки. Называется этот холодно-розовый цвет Shelby. Это одна из моих покупок с сайта. Как видите, это розовый, который... Почему-то он теплее, кажется, чем он есть. Он очень холодный. Розовый цвет. Он еще не лавандовый, но он холодный, холодный розовый. Купила я его чисто, чтобы протестировать свою нелюбовь к розовому цвету. Тут у нас больше сирень, поэтому я не так боюсь этого оттенка. А тут это все-таки розовый цвет. И я периодически... Что я его на плечо себе пыталась поставить? Я периодически заигрываю с розовыми оттенками, потому что я их не люблю. Это больше культурологическая травма, чем нелюбовь к цвету как таковому. Потому что розовый цвет один из самых... Разные розовые оттенки. Одни из самых красивых для человеческого глаза. Но тем не менее у меня... Я даже не скрываю. У меня реально культурология. У меня 5SD. У меня культурологическая травма с розовым цветом. С тем, какой образ жизни он символизирует. Как это все подавалось в прошлом. Все эти Hello Kitty, все эти вельветовые костюмы. Бархатные. Вот эта вот вся продажность, продажная тупизна барби стиля. Я умом понимаю, что розовый цвет ни в чем не виноват. И это один из, опять же, как я сказала, самых красивых цветов вообще, которые мы сможем воспринимать нашими человеческими глазами. Но пока мне до сих пор тяжело перейти вот через этот барьер какой-то. Слава Богу, что живя в Америке, я не вижу никакого такого жесткого стеба или агрессии по поводу к женщинам, которые носят что-то розовое. Здесь очень демократично, спокойно относятся. Носи что хочешь, какого хочешь цвета. Это ни о чем не говорит. В России же, конечно, это практически как напрашиваться в каком-то смысле, подвергать себя вот такого рода какой-то агрессивной, гадкой, неадекватной критики, если ты носишь розовый цвет. Особенно если у тебя светлые волосы. Вы понимаете, о чем я говорю. Тем не менее, периодически я заигрываю с розовым цветом. Это очередная моя попытка. Shelby очень высоко ценится американскими лакоблогерами. Тех, кого я смотрю. Я смотрю Miss Holly Berries, я смотрю Jazz Face 90, я смотрю... Кто-то еще-то у меня есть. Ну, это, наверное, две самых любимых. И многие блогеры говорили, что это одна из самых удачных, красивых и небанальных формулировок розового цвета, которые могут носить взрослые женщины, а не только девочки 12-13 лет. Это не смотрится безобразно или как-то кричаще. Вот неоновый розовый цвет я, наверное, никогда не одену. Может быть, только в педикюре. А в маникюре я вот все-таки, может быть, как-нибудь рискну. Ну, по крайней мере, в педикюре-то точно я буду его носить. Далее я решила тоже в попытке поиграть с розовым цветом такой нежно, более... Трудно сказать, теплый он или холодный. Но, знаете, он такой средний, белесый, розовый цвет. Наверное, все-таки немножко он более теплый. Это у нас Zoya Dot. Мне хотелось нюдовый, светлый, выбеленный розовый цвет. Я ищу идеальную формулу. Таких оттенков много у разных брендов. Но вот как-то я пока еще не нашла такой, который бы идеально, красиво и плотно закрашивал два слоя. Вот посмотрим, справится ли с этой задачей Zoya Dot. Больше про него сказать нечего. В плане формулы он более... Ха, я сейчас смотрю. Он полупрозрачный, кстати. Не то, чтобы совсем полупрозрачный, но... Да, это гель. Это больше крема гель, и он полупрозрачный. То есть это не замазочный лак. Кому-то это хорошо, кому-то плохо. Когда протестирую, вам обязательно расскажу, что с ним получается. Далее, вот этот оттенок... Так, давайте я подальше отнесу. Наверное, вот так, наверное, больше видно, что у меня лампы засвечивают, все, что происходит. Да, вот так. Вот, вот так он больше похож сам на себя. Это абрикосово-оранжевый, такой топленого молока цвет. Цвет какого-то, знаете, как абрикосового шейка. И я осознала, как только он ко мне приехал, я посмотрела на свои стойки с лаками, и я поняла, что у меня таких лаков штук шесть практически идентичного оттенка. У меня есть чуть по неоневине, чуть более неоновая, это моя смесь, и чуть более розоватый. У меня есть более желтый, у меня есть более оранжевый. То есть таких абрикосовых... Не обязательно совсем, а больше абрикосовых оттенков у меня дофигища. И ношу я их, на самом деле, очень редко. Они мне просто нравятся. Вот меня вот очень влекут именно такие оттенки абрикосовые. Так что не знаю, я как-то, с одной стороны, безумно рада, что мне безумно нравится этот оттенок, и он тоже кажется кремовым. Все вроде бы с ним хорошо, с этим лаком. Но я немножко как-то задумалась о том, почему я покупаю лаки, которые я на самом деле редко ношу. Ну да ладно, купила и купила. Вот еще один вариант. Кстати, вообще практически один в один с лаком, который я сама себе замешала. Это более... Вот это уже лососевый цвет, да. Можно с уверенностью сказать, что это персиково-розоватый лак. Тоже полупрозрачный кремогель. Но я, кстати, этого раньше я не знала, что так будет. В нем растворены мельчайшие, мельчайшие, мельчайшие такие сатиново-белые искорки даже. Вы знаете, как сатиново-белые частички. Они очень-очень маленькие, но поскольку они сатиновые, они металлические, они не дают блеска, которую дает глиттер. Они просто вот как такие, знаете, крапинки сатина внутри вот этого вот прекрасного, милого, очаровательного безобразия кремогелевого. Еще раз, я даже не сказала, как он называется. Называется Tulip. Так, да. Вот. Я извиняюсь за освещение. К сожалению, телефон у меня не очень хорошо работает с балансом белого. В этом плане, конечно, зеркалки намного лучше. Ну, что делать? Я думаю, вы примерно понимаете, из какой категории этот лак. А я это тоже не сказала, это абрикосовый колл он называется. Давайте оба покажу вам рядом, чтобы вы могли их сравнить. Вот Tulip более лососевый, колл. Это именно абрикосовый манго такой даже цвет. Этот выглядит практически розовым на фоне колл. И последний. Это кто-то из вас очень верно угадал на инстаграме. Тогда эллоуний, колл. Да.